Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Личная жизнь актрисы Евгении Дмитриевой. Ее молодой муж, который младше на 19 лет и который был ее студентом. Тайны и сегодняшняя жизнь звезды кино. Творческая жизнь этой обаятельной актрисы достаточно успешна и насыщена. Ее по праву называют одной из самых талантливых и ярких актрис. Многие уверены, что Евгения обладает уникальным мастерством перевоплощения и способна воплотить на экране или сцене любой образ, от комедийного до драматического. Узнаваемость и популярность она ощутила после премьеры комедии «Три полуграции», а также мелодрамы «Заза». Последней практически повторила свою судьбу, влюбилась в юношу, который годился ей в сыновья. Евгения Олеговна – коренная москвичка, родилась в декабре 1972 года. Папа занимался сложным видом устного перевода, а мама – в прошлом балерина. В раннем возрасте Евгению записали на танцы, однако из-за упитанности, а вернее нарушения обмена веществ, ей сложно было выполнять указания хореографа. Близким очень хотелось приобщить девочку к творчеству, поэтому ее определили в музыкальную школу. Параллельно Евгения посещала театральный кружок. Старательную ученицу поощряла наставница Зинаида Скударь. Именно она посоветовала Евгении развивать способности и подумать об актерской карьере. Становиться актрисой Евгения тогда не мечтала. Ей казалось, что профессия педагога более практична. Тем не менее, сделать выбор помог характер девушки. А вернее, безграничное послушание и уверенность в том, что старшие мудрее и, конечно, опытнее. После получения аттестата Евгения подала документы в знаменитую щепку. И, пройдя все туры, попала на курс Верещенко. Окончив училище в 1994 году, она влилась в коллектив Малого театра. Родными подмостками была верна она более 20 лет. Принимала участие во многих постановках. Несмотря на талант и индивидуальность к успеху, Евгения шла более 10 лет. Дебют в кино состоялся в 1993 году. Ей досталась крохотная эпизодическая роль студентки в фильме «Лимита». После пятилетнего перерыва в основном она принимала участие в съемках в таких фильмах, как «Чайка», «Горе от ума», «Чудаки», «Царь Петр Алексей», а также актрису задействовали в музыкальной комедии «Китайский сервиз». Боевике «Брат 2», детективе «Неудача Пуаро» и картине «Долгое прощение». Ознаковым для Евгения стал 2004 год. Ей, наконец, стали доверять сыграть главную героинь. Но настоящей звездой актриса себя ощутила после премьеры комедии «Три полуграции». А через несколько лет она укрепила свой успех, сыграв Азалию Викторовну в мелодраме «Заза». Сейчас в кинокопилке этой одаренной и талантливой актрисы около 145 проектов. Личная жизнь. Первые студенческие чувства настигли Евгению в студенческие годы. Однако ее однокурсник Андрей Кайков не сразу ответил ей взаимностью. В буквальном смысле ей пришлось обхаживать избранника более двух лет. Она ходила за ним по пятам, бросала нежные взгляды и, наконец, сердце парня растаяло. Молодые люди немного повстречались и решили пожениться. Свадьбу сыграли в Брянске, на родине жениха. Так как жилья своего в столице не было, пару приютила бабушка Евгении. Вскоре сверстники заметили перемены во внешнем виде Евгении. Она очень похорошела и, что самое примечательное, сбросила приличное количество лишних килограмм. Ранее Евгения прилагала много усилий, чтобы хоть как-то похудеть, но достигла цели только когда стала замужней женщиной. Бытовые проблемы супруги старались решать вместе. Брались за любую подработку, копили деньги на мебель и строили будущие планы. И все же их брак продержался совсем недолго. Господь не дал им детей. После расставания Евгений и Андрей смогли сохранить дружеские отношения. Летом 2011 года Евгения предстала перед поклонниками в интересном положении. И у всех возникла сразу масса вопросов, замужем она или нет. И если да, то когда произошло это счастливое событие? И кто же отец ребенка? Комментировать что-либо Евгения отказывалась. В сентябре того же года она родила сына и назвала его Марком. 39-летняя мама не обращала внимания ни на какие кривотолки. Преспокойно занималась воспитанием сына и никак не реагировала на провокационные вопросы. Все это подогревало интерес поклонников и журналистов. Периодически в СМИ появлялись сообщения, что Евгения жена богатого олигарха. Желтая пресса приписывала Кайкову отцовство наследника популярной актрисы. В 2018 году на поклонников обрушила еще одна сенсационная новость. Евгения снова беременна. На этот раз все тайны были раскрыты. Актриса откровенно призналась, что давно счастлива в браке с молодым актером Владимиром Кимельманом. Он же является отцом ее детей. В январе 2019 на свет появилась их дочь Мария. Со своим избранником Евгения познакомилась, когда преподавала в училище имени Щепкина. Студент и наставница влюбились друг в друга. Конечно, взрослая женщина не хотела огласки и скрывала, что у нее роман с 18-летним юношей. Немного позже отношения влюбленные скрепили брачными узами. Кстати, в картине «Воин.ком» супруги снялись вместе. Евгения играла маму Владимира. Ему же досталась ведущая роль Игната Куприна. Нужно отметить, что его творческая биография пока не столь богата, как у знаменитой жены. Но, надеемся, у него еще все впереди. На данный момент Евгения задействована в шести проектах. «Русский пленник», «Я здесь больше не живу», «Обратимая реальность» и другие. Своё же личное пространство Евгения Дмитриева по-прежнему оберегает. Уверяет, что с мужем у них полное взаимопонимание и гармония. Они счастливы в браке и благодарят Всевышнего за этот подарок – сына и дочь, и за своё личное счастье. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!